Субтитры создавал DimaTorzok Они могут кому-то понравиться, кому-то не очень, а кто-то может вообще их примет в пику. Но, честно скажу, и у меня на этот счет нет какого-то законченного суждения, поэтому я скорее выскажу предположения, нежели какие-то утвердительные вещи. А поговорить я хотел о справедливости. Так просто звучит справедливость. Ну, поскольку мы все с вами, во всяком случае я, записался в сибориты, то есть человек мыслящий и выпавший из реальности, но тем не менее в отдельные минуты или в отдельных ситуациях в этом сиборите просыпается и воинственность. Ему хочется защитить свое право, сиборитствовать. А для того, чтобы сиборитствовать, надо все-таки что-то иметь, возможность. Вы знаете, у скандинавского бога Одина, у них своя мифология, было войско. И войско это состояло из, есть два варианта на русском языке, скажу оба, из берсерков или берсеркеров. Как правильнее не знаю, на шведском, насколько я слышал, все-таки берсеркеры, но не суть важна. Эти воины были очень интересны и сильно отличались от всех прочих воинов, которых мы знаем из истории, из мифологии, из сказок. Они вечно спали, отдыхали, в общем-то, сиборитствовали. Но когда вдруг приключалась какая-то неприятность, и бог Один призывал их к оружию, надо было защитить, завоевать, захватить, отстоять. Можете еще дописать сюда десяток глаголов с таким же наполнением. Они тут же поднимались, брали в руки оружие и тут же впадали в экстаз. То есть сражались они так, что никто не мог им противостоять, отдавали себя целиком, а потом наступало снова все то же самое, о чем я сказал вначале. Я не хочу сказать, что мы как сибориты, и я как вещающий все это сиборит, хочу уж совсем во всем повторить этих самых берсерков. Давайте будем так их называть, а то эти несколько эр в конце все-таки трудно выговариваются. А еще учитывая, что я немножко картавлю, как вы заметили. Так что пусть они будут берсерками. Так вот, эти берсерки защищают, отвоевывают права. Ну, в скандинавской мифологии бога Одина, это что-то вроде Зевса у греков или Юпитера у римлян, ну, примерно. А поскольку мы все-таки с вами не о сказках, не о мифах говорим, а пытаемся толковать реальной жизни, то, значит, и мы, очевидно, в нашей жизни нуждаемся иногда, воинов у нас своих нет, ну, у кого-то есть, он может не слушать мой рассказ, а у кого нет, то он, очевидно, должен быть и тем, и тем. Он должен быть одновременно и богом Одином, и одновременно в нужных ситуациях становиться берсерком, и отвоевывать свое право сиборитствовать и размышлять о жизни дальше. А для этого, для этого нужна справедливость. Ну, красиво звучит. Что значит справедливость? Ну, кто хорошо помнит, что нам обещали советские вожди совсем недавно? Коммунизм, там, равенство и так далее, и так далее. Помните, что у каждого, там, по потребностям, от каждого по способностям, кто бы возражал. Ну, ради бога, конечно, было бы замечательно, если бы все это было реально достижимо. Справедливость в идеальном виде. Но, к сожалению, не все то, что можно написать на бумаге или рассказать с трибуны, там, какого-нибудь съезда, или даже выбить в камни на выставке достижений народного хозяйства. Помните крылатое выражение Никиты Сергеевича, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Слово-слово повторяю, даже помню павильон, на котором это было набито. И сегодня там уже набито что-то другое, и вообще выставка достижений народного хозяйства именуется иначе. Обещали. Ну, потом такой анекдот ходил, может быть, кто-нибудь помнит. В 80-м году, да, он нам обещал коммунизм. Потом, дескать, следующий вождь заменил коммунизм на Олимпийские игры. Видите? То есть удовлетворил наши потребности, но несколько иначе, чем мы на это рассчитывали. Не буду затрагивать эту тему, и вообще, если вы вдруг заметите, что где-то меня случайно занесло в политику, то сразу предупреждают, случайно о политике не хочу. Поскольку справедливость, на мой взгляд, лежит все-таки в других сферах. Уинстон Черчилль. Я уже как-то его цитировал, сейчас будет другая цитата. Дело в том, что вот он тоже пытался построить какое-то общество, и ему принадлежало такое выражение, что вот демократический метод правления или демократическое устройство государства, я недословно цитирую, я передаю мысль, это наилучший способ устройства общественной жизни или государственного устройства на сегодняшний день. При всем том, что он чудесно видел и отдавал себе отчет, что это общество или это устройство несовершенно. Но, заключал Черчилль, лучшего, к сожалению, человечество пока не придумало. Соглашаться или нет, тут каждый решит для себя. Но мне хочется подойти к этому вопросу несколько иначе. Да, наверное, действительно, вот мы знаем какое-то количество демократических стран. Демократии разные в каждой стране. Если вы думаете, что американская демократия или, скажем, французская это одно и то же, то вы сильно ошибаетесь. Там масса различий. Но, тем не менее, мы представляем, что это такое. Есть классические определения, да, разделение власти, законодательное, судебное, и, так сказать, осуществляющее решение, вот, исполнительное, так ее называют. В каких странах это действительно четко разделено, можно говорить, что у них в том или ином виде существует демократия. А где такого разделения нет, значит и нет никакой демократии. А вы уж сами примеряйтесь, где, на ваш взгляд, она есть, а где ее нет. Но, возвращаясь к Черчиллю, лучше ничего не придумали. Давайте согласимся. Действительно, лучше мы с вами сегодня ничего предложить не можем. Но, что любопытно, ну, казалось бы, если так, это очевидно, что это лучший способ государственного устройства, общественного устройства и так далее, то почему бы всем не обратиться к такому способу устройства своего бытия? Он не выходит. Ну, давайте оглянемся на американцев, да, которые за демократию готовы жизнь положить, что называется. И вот они отправляют свои войска в Афганистан, скажем, в Ирак, еще в разные места. И цель прекрасная, прекрасная. Тут сказать, что это плохо, ну, просто язык не поворачивается. Насадить там демократию. А что из этого получается, не буду вам рассказывать, но то, что ни Афганистан, ни Ирак демократическими государствами не стали, думаю, спорить со мной никто не станет. Скажем, те же американцы, да и не только они, европейцы, присоединялись долго, ратовали за то, что вот, дескать, в арабских странах тоже во всех должен быть утвердиться демократический строй. Ну, вот видите, в Египте провели, да, всеобщие выборы, вроде бы демократическим путем выбирали, а потом приходит военная хунта. Ну, кому слово хунта не нравится, пусть назовет по-другому и берет власть в свои руки. Потому как демократическим путем к власти пришли братья-мусульмане, а это, в общем-то, на демократию мало смахивает. Ну, классический пример, даже ленивый, наверное, только его не приводил. Что делать? Поскольку я сиборит, то я приведу, как Гитлер приходил к власти в Германию. Его выбрал народ. Ну, имели, конечно, место вмешательства извне, могу сейчас тут много рассказать по этому поводу, но не стану отвлекаться на околосюжетные темы. Демократическим путем, оказывается, может быть, избран такой вождь, что не приведи Господи, который потом все, что называлось демократией, что называется, приведет к ногтю, и от нее не останется даже тени. Наверное, дело в том, что демократия не насаждается сверху. Сегодня это, пожалуй, очевидно. То есть это изнутри народа идет, идет из какой-то культуры, истории этого народа. И здесь, видите, волей-неволей меня сейчас унесет в область научной фантастики. Но дело в том, что лучше, чем фантасты, я имею в виду братьев Стругацких, по-моему, на эту тему никто не высказался. Я имею в виду их одно из классических сегодня. Их произведение – это «Трудно быть Богом». Ну, читать его надо, конечно, с определенными скидками на время, когда это было написано. Там, помните, по сюжету герои отправляются из коммунистического завтра на какую-то планету, где сегодня, ну, говоря нашим более привычным языком, царят нравы Средневековья. Давайте мы слово «коммунизм простим» авторам. Наверное, они и сами понимали, что счастливое общество будущего будет называться как-то иначе. Но писали они в Советском СССР. Если бы они его назвали как-то иначе, то едва ли трудно быть Богом, увидело бы свет. Ильдорадо – хорошее общество, все там замечательно. И вот эти люди прошли всю историю. Они знают чудесно, как зарождалась цивилизация, как зарождалось человечество, как социальные формации сменяли одно другое. И вот, в конце концов, они пришли к потрясающему финалу. Не финалу, на самом деле, потому что конца в эволюции не бывает, но к какому-то такому состоянию, когда действительно человек, как у Горького, звучит гордо. Так вот, из этого звучит гордо, они отправляются на планету, где царят нравы Средневековья. Один князек воюет с другим, все друг друга убивают, обманывают и так далее. Если кто-то не сумел вычитать суть этой книги, то я сейчас попробую в двух словах ее сформулировать. Все остальное, приключения, герои, кто чего вытворял, я пропущу. Не хочу лишать удовольствия от чтения, во-первых, кто еще не читал. А во-вторых, не эта суть важна. А суть важна то, что попавшие в это Средневековье люди, которые знают, что должно быть потом, они знают, как идеально должно быть устроено общество, они знают, что такое демократия, и знают, что демократия намного лучше, чем там феодальные, рабовладельческие и какие-то другие отношения. Все это они знают, но они не могут донести этого до людей, которые живут на этой планете. Потому что, и вот это основная мысль Стругацких, каждый народ должен прожить свою жизнь, свою историю, пройти эту историю со всеми ее векляниями вправо и влево от начала и до конца. Невозможен прыжок, невозможно, будучи сегодня австралопитеком, завтра стать человеком демократического общества. То есть, перекликаясь или перепрыгивая в сегодняшний день, американцы могут мечтать о чем угодно. О том, что на всем земном шаре восторжествуют демократия, равенство, братство и так далее, и так далее. Но ничего из этого не получится. Потому что восточные народы, выросшие на другой философской основе, я в данном случае с умыслом говорю о философии, а не о религии, поскольку религия в конечном счете это взгляд на мир, это философский взгляд на мир, и взгляд на мир мусульманина, или взгляд на мир православного христианина, или взгляд на мир правоверного католика, или там взгляд на мир индуиста, или так далее, и так далее, буддиста. Понимаете, он различен. Он различен. И, наверное, в конце, в финале или на каком-то этапе эволюция приведет эти народы к какому-то устройству, которое можно будет так или иначе отождествлять с демократией. Но это будет специфическая своя демократия, и она не будет похожа ни на французскую, ни на английскую, ни на американскую, ни на какую хотите. И поэтому когда, очень давно, да, помните, когда пал Рим, потом пала Византия, и христианство добралось до Руси, был провозглашен лозунг, дескать, Москва, Третий Рим, и Четвертому Риму не бывали. В советской школе, я, к сожалению, учился в советской, это, так сказать, подавалось таким юморком, что ли, а, какой еще там Третий Рим, все это ерунда. А дело в том, что не ерунда на самом деле. На самом деле была высказана идея, видите, в чем-то предрекавшая то, до чего додумались Тругацкие в своем романе. То есть это тяжелый путь, это действительно путь не перетягивания чужого одеяла на себя, скажем, голландского, французского, английского или какого-то другого, а вынашивания какого-то своего пути, своей эволюции в развитии. Понимаете? Третий Рим хорошо, четвертый будет или не будет, не знаю. Но факт тот, что Россия со времен Петра пошла по пути, ну, как бы его назвать удобней, вечно догонять, догонять Запад. То есть Запад совершает открытие, Запад там осваивает океаны, как осваивала в свое время Голландия, почему и позарился Петр Первый на нее, да? Голландия, которая уже перестала быть империей, а была когда-то, тем не менее, она вот в этом плане была впереди. Вот Россия тоже хочет иметь флот, тоже хочет управлять миром, тоже хочет владеть океанами и так далее, и так далее. И с этих минут зарождается одна вещь, на мой взгляд, губящая Россию на протяжении не то чтобы десятилетий, а столетий. Это перенятое оттуда с Запада имперское мышление. Ну как же, Голландия была когда-то империей, Британия уж говорить не о чем, совсем недавно помним. Ну а кто-то скажет, что и Франция была империей, и Испания была империей, вот, а можно и на Восток обратиться, и Китай, и Япония. Ну у всех так или иначе это было представлено. А мы что, рыжие что ли? И мы хотим, да? И вот, переняли эту идею, она сегодня настолько угнездилась в сознании россиян, что избавиться от нее, ну, я не знаю, они не могут. А вожди, в общем-то, к этому никогда и не призывают, в силу каких-то обстоятельств им это представляется удобным, выгодным. Видите, задел политику, не хочу, ухожу с этой стези. Так вот, Голландия сегодня маленькая страна, процветающая, чудесно живущая. И сиборитов там хоть отбавляй, лежат на диванах, смотрят в потолок, размышляют о разных вещах, да? Вот, что касается Британии, тоже имперские дела ее в прошлом. И Франции, и Бельгии, да? Назовите кого хотите. Ну, тут есть такая концепция, дескать, новая империя, относительно недавно возникшая, это Соединенные Штаты Америки. Дескать, амбиции-то имперские, только реализуются они иначе. Не физически владеть землями, как это было в классический империалистический период, да? А экономически подминать под себя. И вот, богатые Штаты сегодня владеют всем миром, они могут диктовать свои условия, посылать свой флот, куда им захочется, угрожать, диктовать и так далее, и так далее. Ну, тут не хочу сдаваться в спор, так это или не так. То, что Соединенные Штаты сегодня воспринимают себя, как Россию когда-то так называли, мировым жандармом, да? Есть что-то от этого, но смотрите, если мы будем на это оглядываться, этому подражать, то, к сожалению, опять окажемся в ситуации догоняющих, и догоняющих не самое лучшее. Мы пустились догонять Голландию, а видите, она от этого ушла. Пустились догонять Европу, а Европа потихоньку от этого уходит. А сейчас мы пустимся догонять и перегонять, но помните, в былые времена, это очень модно было, догоним, перегоним Америку. Никита Сергеевич, помните, как на это вещал. Ну, во-первых, не сумели, а во-вторых, а надо ли? Понимаете, вот как я пытаюсь поставить вопрос. Сегодня Америка, очевидно, утрачивает свое лидерство в мире. И недалек тот день, когда, посылая свой флот туда или туда, она будет держать совет. Спросите, с кем? А вот новая империя назревает, китайская, и пусть мне кто-нибудь скажет, что это не так. Я не говорю о населении, ни о чем, я говорю о экономическом рывке, который совершает эта страна. И чтобы что-то остановило этот рывок, я пока, честно скажу, не вижу. Вот Россия все время пыталась догонять, перенимать и так далее, а вот Китай пошел по своему пути. Дело в том, что его философское мировосприятие – это конфуцианство. А конфуцианство опирается на коллективизм. Коллектив важнее личности. И помните, относительно недавно еще, там были такие хельсинские соглашения о защите прав личности и прочее. Они никуда не делись, они остались. И действительно, благополучие Запада выросло на индивидуализме, на действительно правах личности делать то-то, то-то и то-то. Да. И закреплено это было не в Хельсинки, а значительно раньше. Закреплено это или порождено было философией, так сказать, внутренним содержанием людей, которые жили в Европе. Они через кровь и жертвы к этому пришли, но пришли. И к этому отчасти их привела религия. Это христианство, но не надо его все-таки путать с православием. Православие, католичество, разные вещи. Так вот, этот демократизм, демократизм плюс индивидуализм пришли оттуда. И породили тот экономический успех, который имел Запад. Скажем, индивидуализм в такой же ярко выраженной степени русскому человеку никогда не был присущ. А что касается китайцев, то не присущ вообще. И поэтому, когда там танками давили студентов на Таняньмэнь, или там бросали в застенки их диссидентов, они там тоже были в Китае, были и есть, то Запад удивлялся, а почему это не встречает никакого сопротивления в китайском народе? Ведь они вроде во имя народа, во имя светлого будущего жертвуют своей жизнью. Я без всякого скепсиса произношу эти фразы. Нет, конечно, эти люди поступали искренне, честно, они действительно хотели сделать что-то хорошее. Но массовый китаец, рядовой китаец, конфуцианец, пускай он не исповедует религию никакую, ничего, но он на ней вырос, как мы сегодня можем не исповедовать христианство, но тем не менее, наша этика, наше мироощущение, мировоззрение сложились на нем, никуда от этого не денешься. Так вот, для него коллектив важнее личности, и поэтому, когда кто-то посмел выступить против большинства, для него этот человек априори паре, априори он должен быть осужден, и власть имеет право с ним расправиться. И поэтому то, что вызывало возмущение на Западе и в России, и в Советском Союзе, если отнестись к более ранним временам, то в Китае этого никогда не происходило. Понимаете? Поэтому мы хотели договориться до чего-то, а вот видите, в общем-то, пока еще не договорились, но я эту тему обязательно продолжу. Справедливость, демократия, мироощущение, философия, религия, все сюда сходится в одну, так сказать, кучу, да? Для того, чтобы быть сиборитом, надо, чтобы все это как-то работало и привело к той справедливости, как мы ее понимаем, чтобы я, вы и еще какие-то люди могли позволить себе лечь на диван, вперед взгляд в потолок и размышлять о прекрасных вещах, которые потом приведут к еще более прекрасным последствиям. Поскольку только свободный, свободно размышляющий мозг может породить действительно что-то принципиально новое, что-то интересное. И поэтому давайте к сиборитам относиться с уважением, а мы сибориты. Если к нам с уважением относиться не будут, сумеем за себя постоять. Вот на сегодня, пожалуй, все. До следующей встречи. Продолжение следует...